Результаты МРТ, УЗИ, многочисленные анализы. За три года Ирина Корчагина прошла целую серию обследований в частных клиниках. Чеки, результаты анализов, договоры на оказание платных услуг девушка не выбрасывает. Она предусмотрительно собирает их, чтобы в будущем оформить налоговый вычет за лечение и вернуть часть денег. Мне кажется, налоговый вычет надо сделать хотя бы просто из принципа, потому что мы часто обращаемся в частные клиники, не потому что хотим какого-то особого к себе отношения или потому что не доверяем бюджетным больницам, а просто потому что часто в государственных поликлиниках нету нужных специалистов. Хотя бы просто сделать УЗИ. Часто требуется же оперативное обследование, и иногда приходится ждать неделями, а то и месяцами, а если у людей просто нет этого времени. Социальный налоговый вычет, позволяющий вернуть 13% от общей суммы расходов, может получить каждый, кто платно прошел ту или иную медицинскую услугу, купил лекарство, приобрел дополнительную медицинскую страховку. Один человек может оформить вычет как на себя, так и на всю свою семью. Но есть лимит суммы расходов на лечение или на покупку лекарств не должна превышать 120 тысяч рублей в год, пояснили в налоговой службе. Налоговый вычет на медикаменты получить можно, приобретя абсолютно любое лекарство, будь то даже капли в нос. Другое дело, что врачи не всегда на такие медикаменты выписывают рецепт. То есть чеки на лекарства без рецепта в данном случае бесполезны. Возможно, отсюда и статистика. За прошлый год вычет на покупку лекарств получило всего тысяча человек, при том, что в Алтайском крае проживает свыше двух миллионов. Да примерно она у нас прирастает процентов на 15-20. Вот так сказать, что лес резкого всплеска, либо в связи с пандемией, либо что, оно, конечно, не наблюдается. Люди, наверное, считают проблематичным собирать эти чеки и заполнять декларацию. Подать декларацию на получение социального вычета можно непосредственно на сайте Федеральной налоговой службы. Помимо заявления нужно приложить чеки, договор на оказание медуслуг и обязательно рецепты. Оформить выплату можно за последние три года. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.